Сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, 6 глава, с 1 по 11 стих. Тема моей сегодняшней проповеди будет «Две истории, проишедшие в субботу». О двух субботах рассказывают эти стихи и о том, что происходило с Господом и с Его учениками. Итак, давайте начнем читать с 1 стиха, 6 главы. Субботу первых, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сильными полями. И ученики Его срывали колосья и ей, растирая руками. Я не знаю, как вы, но иногда в детстве я это делал. Я думаю, что те, которые выросли в деревне, и когда созревало жито, мы любили брать срелые колосья, растирать, кушать. Чем больше кушать, тем больше в жвачку превращается. Это очень полезно, очень хорошо. Сегодня мы это не делаем, но в те древние времена это было обычной практикой, когда люди, где-то находясь в путешествии, идя посреди заселих полей, а Галилея – это была житница Палестины. Там были небывалые урожаи, очень хорошо росла пшеница. И вот ученики, они рвали пшеницу и, рассирая руками, ели ее. Вы знаете, в этом не было ничего преступного с точки зрения того, что они ничего не воровали, потому что в книге «Второзаконие 23-25» написано так. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть закон позволял, чтобы те, которые проходили через созрывшие поля, они могли рвать пшеницу или что-то было, среть руками и кушать. Но нельзя было серп заносить, нельзя было делать это для того, чтобы забирать это с собой, потому что тогда это было бы воровством. И так они не воровали, они в данном случае поступали в соответствии с законом. Но проблема была в другом. Проблема была, что это был субботний день. Если бы это был любой другой день, то, конечно, никакой проблемы бы не было, но это было в субботу. А заповедь Господня, в Ветхом Завете, говорил о том, что суббота – это день покоя, и в этот день нельзя работать. И вот по этому поводу, в отношении того, что такое работа, в те времена было много споров. И книжники, и фарисеи, они много говорили и учили на эту тему, таким образом создавая всю новую и новую заповедь в отношении субботы, и что такое работа субботы. Чтобы вам было более понятно, приведу вам такой пример. Они дискутировали на тему, например, человека, который шьет одежду, портного. Если портной в субботу будет иголку держать в своей одежде, будет ли это работать или это не будет работать? Вот такие вопросы они решали. Конечно, если представить ситуацию, если кто-то целый день будет с молотом ходить, то это будет выглядеть либо идет на работу, либо работает. Но иголка, она же незаметна, она же легкая. И тем не менее, книжники, фарисеи создавали комиссии специальные, выводили определенное правило, создавали определенное дополнительное разъяснение закону о субботе, что есть работа и что нет работы. Поэтому то, что сделали ученики, конечно, они сами это не могли сделать. Они не могли сами по своей инициативе взять просто рвать эту пшеницу и кушать ее. Потому что они понимали, что то, что они делают, это осуждают книжники и фарисеи, называя это грехом или работой в субботу. Наверняка они начали это делать, потому что, скорее всего, Господь, видя то, что они проголодались, просто разрешили, они сказали, вы можете это делать. Это не будет являться грехом, это не нарушает субботу. Наверное, ученики были очень удивлены, даже обескуражены, наверное, потому что ничего подобного они не делали, их всегда учили, что это неправильно. И вместе с тем, они послушались Господа, и прилюдно, как мы увидим это дальше, они начали рвать колосья, растирать руками и кушать зерна. И, конечно же, это не могло быть незамечено со стороны фарисеев, которые уже к тому времени буквально следовали по битам за Господом. Они уже приняли решение, что он не от Бога, что этот человек, он должен быть наказан за то, что он делает и как он поступает. Они искали предлога для того, чтобы в чем-то уличить его. И обвинить его во грехе. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что очень часто фарисеи где-то были рядом, или, по крайней мере, люди, которые были с ним связаны, для того, чтобы очень внимательно смотреть, и очень внимательно слушать то, о чем он говорит, и что он делает, и найти предлог для того, чтобы его обвинить. Поэтому это была действительно хорошая для них ситуация, для того, чтобы обвинить Иисуса и его учеников, что он нарушает субботу. Давайте посмотрим второй стих. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать субботы?» Итак, то, что они делали, они, с точки зрения фарисеев, они жали, они верили, они молотили зубами, они приготовляли пищу, они ели. То есть, где-то пять пунктов закона они нарушили, когда рвали эти колосья и ели. Поэтому фарисеи были обескуражены, они были обозлены и обвинялись. «Зачем вы это делаете?» Это грех, который в Ветхом Завете считался смертным. То есть, это считалось очень тяжелым преступлением. И вопрос Господу, зачем? Почему вы нарушаете субботу и делаете то, что не должно? Я хочу вам напомнить о том, что Господь Иисус, Он исполнил весь закон. Он ни разу не согрешил. И воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых, как пишет апостол Павел, является свидетельством того, что Он был безгрешен, поэтому Он был и воскрешен. Но вместе с тем мы видим, что раз за разом Его обвиняли книжники и фарисеи в том, что Он является грешником. В конечном итоге мы знаем, что Он был и приговорен смертной казни как величайший из грешников, хотя Он не грешил. И в Нем не было греха и не было беззакония. Более того, Он был тем, который не согрешил не только в каком-то действии или поступке, но даже в чувствах или мыслях. Совершенно, абсолютно. И то, что Иисус никогда не делал, Он не исполнял те заповеди и предания, которые были человеческими. Он просто игнорировал их, как будто не обращал внимания на них. И мы видим, что Он это делал, потому что у Бога нет лицемерия и у Бога нет лицеприятия. Если бы Господь начинал исполнять все эти заповеди и предания, которые придумали люди и не являлись Божьими уставами, Божьими заповедями, то таким образом Он бы проявлял определенной степени лицемерия и делал то, что не является Божьим, не является Божьим словом или Божьей заповедью. Поэтому Он игнорировал это. Надо сказать, Он не был политкорректным. Конечно, кто-то мог бы сказать, если бы Он чуть мудрее поступал, если бы Он где-то так лавировал между книжниками и фарисеями, пытался как-то немножко подстроиться под ситуацию, тогда, наверное, Он был бы принят, наверное, был провозглашен Мессией, но Бог так никогда не поступает. Мы можем быть лицеприятными, мы можем быть лицемерными, но Бог не может быть таковым. И мы знаем, что Господь Иисус – это Бог, пришедший воплоти. В Нем мы видим образ Отца Небесного. И то, как Он поступал, мы видим, Он поступал всегда правильно, и Его не интересовало слишком то, что подумают или что скажут люди, или как о Нем будут судачить книжники и фарисеи. Он делал как правильно, даже тогда, когда это шло вразрез с общественным мнением и той религиозной системой, которая тогда существовала в Израиле. Я бы хочу сказать, нелегко так поступать. Но на самом деле мы должны так поступать, ибо написано, что мы должны поступать в этом мире, как Он. Итак, что же Иисус ответил тем людям, арисеям, которые обвиняли Его в том, что Он нарушил законы? Давайте посмотрим ответ Господа. Третий и четвертый стих. Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял калсами, бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы, предложения, которые не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним». Итак, здесь мы видим, что Иисус обращает их внимание на то, что написано в Писании. В данном случае Он приводит пример в историю, записанную в 1-й книге Царств, 21-й глава, с 1 по 6 стих. Это был тот момент, когда Давид вместе своими товарищами вынужден был убежать от царя Сула, который хотел его убить. И вот они пришли в Дом Божий, были утомлены, были голодны. И Давид спросил священника, есть ли у них какая пища, чтобы утолить голод? Священник сказал, что никакой пищи нет, только та, которую принесли пред Господа. А пред Господа каждую субботу приносили 12 хлебов, которые символизировали 12 корен Израиля. И эту пищу, и эти хлебы потом убирали, заменяли свежими хлебами. Но по закону эти хлебы могли есть только священники. Не простые люди, только священники. И в данном случае мы видим, что священник ему предлагает только это есть, только такие хлебы. И разрешает, чтобы они взяли эти хлебы и ели эти хлебы. И Господь не вменяет им это в гребе. Поэтому мы видим о том, что Господь напоминает им эту историю, что иногда возникают определенные нужды, которые важнее каких-то буквальных вещей, записанных в Библии. И когда человек это делает, то он таким образом не согрешает. Иванет Марко, 2 главе 27 стихе, в 27 стихе Господь говорит, и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. То есть здесь Господь показывает, что суббота была дана для человека, для того, чтобы это был день покоя, день мира, день общения с Богом, чтобы человек мог отдохнуть и духовно, и физически. Но книжники и фарисеи превратили в субботу в очень трудный день, когда практически ничего нельзя было делать, и нужно было всегда задумываться о том, сделать то или другое, будет это грехом или не будет это грехом. Итак, Господь в 5 стихе говорит, и сказал им, Сын человеческий, есть Господин и субботы. То есть Господь провозгласил, что Он определяет то, что значит работать субботу и что не работает, что не является работой субботу. Я есть Господин субботы. Таким образом, Он отверг эти обвинения, которые были вынесены фарисеям в отношении того, что Он согрешил вместе с учениками, когда рвали колоси в день субботный. Но в этой истории есть один очень важный урок, который нам нужно усвоить. Иисус, обращаясь к фарисеям, говорит, Разве вы не читали, что сделал Давид? То есть Он тоже задавал им вопрос, Разве вы не читали Священное Писание и то, что сделал Давид? Они, конечно же, читали. Наверняка они сказали, Да, конечно, мы читали. Конечно, мы знаем эту историю. Но вместе с тем они не поняли эту историю. Знаете, есть разный способ чтения Священного Писания. Иногда люди могут читать Священное Писание для того, чтобы подтвердить какие-то свои идеи, какие-то свои мысли, которые возникли в их сердце. Человек подумал, вот это так, наверное, вот это так, вот это так, я думаю, это так. И потом человек начинает листать Священное Писание и, вырывая какие-то места из контекста, начинает обустраивать свои мысли, свои идеи стихами из Священного Писания. Таким образом возникает различного рода ересей и искажения Слова Божьего, когда люди сначала создают идею, а потом эту идею пытаются привязать Священному Писанию, вырывая определенные места из Библии. Таким образом можно оправдать многие идеи, потому что книга, то есть Библия очень большая книга, очень толстая книга, там очень много информации и очень опасно, когда какие-то части Библии вырываются с контекста и трактуются на основании того, чтобы укрепить какую-то идею, которую придумал человек. И очень часто книжники в России именно таким образом они трактовали Писание, они искали там подтверждение того, как они считают правильно. Но правильным будет, если мы, читая Священное Писание, мы не ищем подтверждение каких-то своих идей или своего понимания, но ищем то, что Библия говорит, то, что первоисточник говорит, принимая точку зрения Священного Писания. И в этом есть огромная разница. Когда мы читаем Библию, чтобы подтвердить свои мысли, свои желания или свои цели, и когда мы читаем Библию, чтобы из нее подчеркнуть то, что является воля Божьей или в чем является воля Божьей. Поэтому все те ересы, которые существовали в истории христианства, они всегда были следствием того, что человек о чем-то думал, ему приходили какие-то идеи, и потом он начинал искать какие-то места в Библии, чтобы подтвердить свои идеи, свои мысли и придать им библейский характер. И в результате получалось что-то похожее на библейское, как бы исходящее из Библии, но по сути своей являющееся человеческой, исходящее из человеческой мудрости и из неверной интерпретации Священного Писания. Поэтому то, что важно для нас, читать Слово Божие целиком, читать его, познавая, что есть воля Божья. И мы видим, что Иисус указал место в Священном Писании, которое они не замечали и не хотели видеть, что в некоторых случаях все-таки даже в субботу можно утолить голод и растирание руками зерна и вкушение их не будет считаться работой и не вменится грех. Это первая история, которая произошла с Господом и Его учениками в субботу. И, конечно же, эта история нисколько не помогла книжникам и фарисеям увидеть в Иисусе Христе Мессию. Более того, эта история еще больше укрепила их веру в то, что Он не от Бога и не твердо стояли на своих принципах, на своих идеях и на своих заповедях. Кстати, о соблюдении субботы у них существовало 39 заповедей, что можно, а что нельзя. Следующая история тоже произошла в субботу, но это уже была другая суббота. Давайте будем читать шестого стика. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учись. Итак, мы видим, что Господь мог учить не только на улице, не только там, где были люди, скопления, людей, но также у Него был еще доступ в синагогах и Он там мог учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли субботу, чтобы найти обвинение против Его. Итак, мы видим, что опять книжники следуют за Иисусом. След-след они идут за Ним, запоминают, может, что-то записывают, доносят первосвященнику, ищут дополнительные доказательства того, что Он поступает неправильно, ни в чем Он согрешает. И когда они находились в синагоге, во время благослужения, мы видим там, что там был человек, у которого была сухая рука. То есть он был инвалидом. Фарисеи хорошо знали, что Иисус, скорее всего, захочет Его исцелить, потому что Иисус поступал всегда Если Он где-то был, или были больные люди, и обращались к Нему, Он исцелял их. Иногда Он сам проявлял инициативу, чтобы исцелить. Поэтому для фарисеев эта ситуация, она была еще одной возможностью, чтобы найти полость, чтобы обличить Иисуса во грехе. Потому что они понимали, что, скорее всего, Он не уйдет с богослужения, прежде чем не исцелить этого сухорукового. Конечно, дорогие братья и сестры, как бы хотелось, чтобы сегодня то же самое произошло. Чтобы Иисус не ушел с этого служения, но чтобы все те, которые испытывают какие-то проблемы и недовогания, также были исцелены силой Божьей. Итак, я думаю, что ситуация была наэлектролизована. Ученики смотрели на Господа, смотрели на фарисеев, фарисеи смотрели на Иисуса. Богослужение, скорее всего, подходит к концу. И все понимали, что сейчас Иисус, наверное, захочет исцелить этого человека, потому что, по всей видимости, Он очень уж сильно выделялся из толпы тех людей, которые находились там. Скорее всего, там не было очень много людей, но этот человек, конечно же, выделялся. И давайте посмотрим, что происходит дальше. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И Он встал и выступил. Итак, вот чего дожидались фарисеи, это произошло. Иисус знал их помышления, Он понимал, что они только этого и ждут, только этого и ожидают, чтобы Он исцелил в субботу и таким образом нарушил закон, потому что исцеление в субботу считалось работой. А работать в субботу нельзя. Соответственно, нельзя лечить. Конечно же, были исключения. И эти исключения касались только тех случаев, когда человек умирал. Когда человек находился в состоянии между жизнью и смертью, тогда разрешалось оказать ему первую помощь, и это не считалось работой. Но если визуально было очевидно, что человек доживет до завтрашнего дня и тут же не умрет, то тогда врачевание считалось работой и грехом. Все прекрасно понимали, что Сухорукий уже не один день так живет, и что он не умрет в субботу, а, скорее всего, доживет до первого дня недели. Поэтому, если он исцелит его, то это будет грех, нарушение субботы. Но Иисус проигнорировал. Он, несмотря на то, что не только этого и ждали, тем не менее, начинает совершать шаги, которые напрямую ведут к исцелению этого человека. И я думаю, что то, чем был движен Господь, конечно же, прежде всего с состраданием, потому что в то время быть инвалидом, это была большая проблема. Более того, этот человек, у него была проблема с правой рукой. Правая рука для большинства людей – это самая важная рука. Для меня – левая, но для большинства – это правая. И поэтому это затрудняло его работу, и тогда не было пенсии, не было каких-то социальных услуг, возможно, у него не было родственников. То есть это очень сильно отягощало жизнь человека. Инвалидность в древние времена – это, по сути, означало попрошайничество. Когда людям просто нужно было где-то садиться на углах улиц, там, где побольше людей, и просить подаяния, чтобы люди им помогли, дабы они не умерли с голода. Поэтому Господь, движимый нежеланием угодить людям, нежеланием угодить фарисеям, но желанием помочь человеку, Он повелевает этому сухорукам выступить на средину. И Он встал и выступил. Опять же, в этой истории мы видим, что этот человек с сухой рукой тоже совершает поступок в определенной степени веры. Потому что он понимает, что то, что он делает, неправильно. По закону он должен был игнорировать, что ему сказал Иисус, и не послушаться Его. Потому что совершенно всем было очевидно, что он это делает специально, выводя его на средину, чтобы молиться за исцеление. И этот больной человек прекрасно это понимал, что ему нужно стоять на месте, ему не надо слушаться Иисуса, который пытается Его исцелить в этот день. Но мы видим, что его нужда была настолько большая, его проблемы, связанные с этой болезнью, настолько были серьезными, что он решает быть послушным Иисусу. И делает то, что сказал ему Иисусу, игнорируя страх, может быть, перед книжниками и фарисеями и теми последствиями, которые могут быть в отношении Его, потому что он послушен Иисусу. И делает то, что он говорит, вместо того, чтобы стоять на месте и соблюдать субботу. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? А не молчание. Мы здесь можем увидеть, что Иисус в некоторой степени говорит эти слова в определенном раздражении. Это раздражение, оно вызвано негреховным состоянием, оно вызвано чувством скорби из-за человеческого жестокосердия, из-за отсутствия милосердия у этих людей. Что можно делать субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Если вопрос погубить душу, то это делать нельзя ни в субботу, ни в какой другой день. Если вопрос сделать добро или спасти душу, то суббота не проблема, не преграда, не препятствие. В любое время ради спасения души, ради блага души можно делать все. И Бог никогда за это не осудит. И когда Он говорил эти слова этой группе фарисеев, которые с упреком смотрели на Него, они молчали. Им трудно было что-то противоставить тому, что говорит Иисус. Они были движены буквой закона, и очень часто эта буква ими самими была придумана. А Иисус был движен любовью, состраданием, желанием облегчить это бремя, которое лежало на жизни этого человека, исцелить, помочь ему. У них разные мотивы были, разная мотивация была. И в ответ Матфея, 12 главе, эта история также записана Матфеем. И здесь Матфеем добавляет еще такое предложение к тому, что происходило тогда в синагоге. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Еще один вопрос, который Иисус им задает. Кто из вас? Иисус описывает очень обычную ситуацию. Овцам все равно суббота и суббота. Животные не различают ее. Иногда случалось так, что овца могла в субботу попасть в яму. Запутаться, может быть, где-то в ветвях или где-то в изгороди, там, за лесеней и способна вылезти оттуда. Что сделать фарисей? Или что мы сделаем в такой ситуации? Вы скажете, о, нет, это суббота, пусть умирает. Но я не нарушу субботу. Вы просто посмотрите по сторонам, скорее всего, а у вас и даже нет. И бегом побежите, и вытащите из ямы, и все сделайте, чтобы, если нужно, перевязать, и выйти врачевать ее время-то время, несмотря по сторонам, чтобы никто этого не видел. Он видел их сердца. Он понимал, это лицемерие, это показное исполнение закона, показное исполнение человеческих заповедей. А в жизни они поступали совершенно по-другому, хотя здесь они обвиняли Иисуса в нарушении субботы. Я думаю, что наступила тишина, была какая-то пауза, и посмотреть на всех их сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Итак, Господь доводит дело до конца, несмотря на осуждения, на последствия, которые могут за этим следовать, потому что парисей просто так это не оставит, он повелевает этому человеку протянуть его руку. Я думаю, что в какой-то степени его рука, возможно, частично работала, возможно, она вообще не двигалась, но то, что делает этот человек, он опять же поступает по Слову Господу. И он протягивает свою руку, и она моментально становится здоровой. Он переживает моментальное, совершенное, полное исцеление. Конечно, это было чудо, которое о многом свидетельствует прежде всего о Господе Иисусе Христе, говоря о том, что никто ничего подобного никогда не делает. И никто ничего подобного не может делать, если с ним не будет Бог. Не это ли является прямым свидетельством о том, что Он и есть Тот, о Котором писали закон и пророки, Мессия, Которого обещал Бог, что Он придет? Мне кажется, что может быть уже более убедительным свидетельством о том, кем является Иисус? Ну, вы знаете, арисеи всегда умели выкручиваться, вывертываться в такого рода ситуациях. Они противостояли Иисусу и Его чудесам таким образом, что говорили, в то время они делали так, что чудеса, которые совершаются на поверхности земли, дьявол может подделать. И может совершать. Чудеса, которые совершаются выше земли, на небе, Он не может подделать. Если помните, однажды они говорили ему, ну, соверши знамение на небе. То есть это означало, что для них это будет важным аргументом и фактом того, что эти чудеса сделаны силой Божьей. Потому что если они сделаны на земле, как это было с этим человеком сухой рукой, то они тогда говорили, а не. Это силой Визивуа, князя Бесовского, это этой силой ты совершаешь чудеса. Покажи нам знамение на небе. Что сказал Иисусу? Не будет вам другого знамения, кроме знамения Ионы Пророка, который три дня и три ночи был в очереди Китая. Здесь Иисус говорил о пророчески, о своем будущем, воскресении. И Он отказался делать это знамение. Мы видим, что по-человечески нам оказалось, Господи, да покажи им, пусть они успокоятся уже. Сделай, что не просят. Но Иисус есть Иисус. Он никогда не будет идти на поводу людей. Он никогда не будет делать что-то такое, чтобы кому-то что-то доказать. Или кого-то в чем-то убедить. Особенно в истинности своих чудес. Он ничего им не показал. Ничего не сделал. Никакого знамения в небе, чтобы убедить их. Потому что Он просто понимал, что все равно это будет отвергнуто. Они уже примели решение. Они уже твердо стоят на том, что нет Бога. И поэтому никакие знамения их не убедят. Но здесь мы видим, что произошло чудо. И это чудо было от Бога. Человек, который был болен. Болезнь, которую нельзя было вылечить. Силой Божией был исцелен. И мы видим, что это исцеление в жизни произошло благодаря тому, что Он делал то, что говорил Ему Иисус. Что немаловажно нам и сегодня с вами понимать. Он дословно делал то, что говорил Иисус. Сначала Иисус повелил Ему, чтобы Он вышел на средину. Мы видим, Он с верою делает то, что сказал Иисус. Выходит на средину. Он в центре этого диалога, разговора, который происходит в синагоге. Он все понимает. Он все знает. Он знает реакцию фарисеев. Он знает, что врачевать Его нельзя, потому что Он не умирает. И вместе с тем, когда Иисус говорит, братини руку, Он опять проявляет послушание Господу и делает то, что Он сказал, и Он получает исцеление. И мы можем назвать это исцеление, которое получил этот человек сухой рукой, это было исцеление по Слову Господу. Послушание тому, что Господь говорил Ему делать. И я думаю, что это очень важная истина для нас сегодня. И я не то, что уверен, я знаю, что сегодня многие из нас тоже нуждаются в исцелении. Тоже нуждаются в том, чтобы Бог прикоснулся, чтобы Господь исцелил. Тем более мы совершенно ясно видим в Священном Писании, что Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же. И Он все с нами во все дни до скончания века. И Дух Его здесь, и Его Слово навеки утверждено на небесах. То есть ничего не изменилось. Прошло две тысячи лет, но Бог тот же. И Христос тот же. И сегодня много больных. И мы тоже знаем, что не все больные сегодня исцеляются. Но мы понимаем, что для того, чтобы переживать исцеление, нам нужно некоторые вещи знать. Некоторые вещи понимать, исследовать тому пониманию и знанию, которые мы находим в Священном Писании. Итак, мы понимаем, что мы не можем во всем обвинить веру. Мы не можем сказать, что причина того, что люди исцеляются, всегда только основана сугубо на вере или на, скорее, более правильно, на маловерии человека. Вот ты не исцелен, маловерия просто. Всегда легко спихнуть все на веру, потому что ее нельзя проверить. Правда? Нельзя сказать то, насколько я верю в свое исцеление. Да мы сами не можем измерить. Иногда нам кажется, о, все, я настолько верю, я настолько верю, я настолько верю, что кажется, я исцелел, но бах! Оказывается, нет. Но я на 250% верю. Я был 100% уверен, пока не кольнула, пока опять не заболела. И потом я понял, что моя вера как-то не сработала. И я по-прежнему испытываю эти недомогания и эти трудности. Безусловно, мы не умоляем веры, потому что Иисус много учил о вере, много говорил о вере. Вероют люди, получают, переживают, побеждают. Это факт. Но я думаю, что Библия также говорит еще о других составляющих того, чтобы что-то получить от Бога. Не только о вере, но есть и другие составляющие. И, например, в этой истории с исцелением Сухорукова, мы видим, что в его истории есть послушание Господу и тому, что он говорил. То есть в своем исцелении он следовал тому, что сказал ему Иисус. Он сказал, как он уже говорил, выйди на середину, он вышел. Иисус сказал ему, протяни руку, он протянул. И по слову Господа он получил исцеление. Поэтому я думаю, что очень часто, наверное, в многих ситуациях в нашей жизни, особенно связанных с какими-то трудностями, в том числе с исцелением, нам нужно слово от Господа, чтобы в этой ситуации поступить и сделать то, что говорит Иисус. Не просто вот верить всем сердцем, но услышать, что хочет Господь, и что Он говорит, и поступить по Его Слову, потому что иногда так случается, что прежде чем нас исцелить или помочь нам в какой-то ситуации, Господь хочет, чтобы мы что-то сделали. Давайте прочитаем одно место священного Писания. Книга Порога Исаии, 6 глава, 10 стих. Здесь мы слышим слово Господа. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и отчества и сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Здесь Господь говорит о исцелении. Скорее всего, это исцеление носит более широкое понимание, не только физическое, но исцеление во многих сферах, связанных с жизнью. И здесь Господь говорит, что из-за того, что они не слышат, из-за их огрубелого сердца, из-за того, что они не внимают тому, что Он говорит, Я не могу обратиться, чтобы исцелить их. Итак, здесь показана ясно проблема этих людей в том, что они не слышали то, что говорит Господь. И в результате не делают то, что Он говорит, и поэтому Он не мог исцелить их. То есть мы видим в их ситуации, их исцеление было связано, промыло, с тем, что они не слышали, их сердца огрубели, то, что говорит Господь. А если слышали, то не делали. В результате они не проявляли послушание тому, что говорит Господь, и их проблемы оставались с ними. То, что хотел Господь сделать. Господь хотел, чтобы они услышали то, что Он им говорил, сделали то, что Он им сказал, и тогда обратятся, и Я исцелю их. То есть мы видим, что иногда за какими-то проблемами и трудностями в нашей жизни кроется нечто, что нам нужно разрешить. И для этого нам нужно слово от Господа. Есть, возможно, некоторые препятствия или преграды, которые необходимо убрать, прежде чем Господь что-то совершит в нашей жизни. Мы читаем историю в Евангелии, прежде чем принести дар Господу, и чтобы дар этот был принят, что нужно сделать? Примириться с братом и секретом. То есть определенные условия. Да, ты можешь принести, ты можешь что-то пожертвовать, можешь что-то делать для Господа, но если у тебя какой-то серьезный конфликт по твоей вине, и ты не приверился, не покаялся, то это не будет принято. То есть условия. И когда мы говорим о каких-то проблемах или трудностях в нашей жизни, иногда они могут быть не связаны с какими-то проблемами с нашей стороны. Иногда нам нужно действительно просто провести веру, настойчивость, молитву, и мы получим. Но иногда Господь нам что-то хочет сказать. Хочет что-то, чтобы мы сделали прежде, чем Он ответит и даст нам то, что мы просим, или сделает то, что мы хотим, чтобы Он сделан. Давайте посмотрим еще одно место, тоже книга пророка Исайи, 58 глава, 6 стиха. Вот пост, который я избрал. То есть здесь речь идет о том, что народ Божий постился, народ Божий молился, народ Божий воздевал руки к Богу. В результате, но ничего не является. Все остается так, как и было. И у людей возник вопрос, а почему это так? Я дитя Божия, я молюсь правильно, ортодоксально, цитирую многие места Священного Писания. Более того, я даже пощусь, чтобы еще усилить мою молитву, сделать ее более значимой в глазах Божьих. Но вместе с тем, почему Бог молчит? Почему все остается так, как было? Вопрос. И когда вот этот вопрос люди начали задавать Господу, то мы видим, что Господь через пророка отвечает им. Почему так происходит? И говорит, во пост, который я избрал, разреши оковы неправды, разлежи узы ермана, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякой ермана, разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь, нагого одень его, и единокровного твоего не укривайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из роды твоей ермо, перестанешь поднимать пельс и говорить оскорбительно. Очень прямой вопрос был Господу, почему нет, почему не отвечаешь, и очень прямой ответ от Господа, вот почему я обо мне отвечаю. И мы видим, здесь вопрос неуверен, а здесь вопрос в том, что у этих людей, которые, по крайней мере, молились и постились, было много проблем в жизни, которые названы как узы ерма, или всякое ермо. То есть мы видим людей, которые не сильно-то заботились о том, как они живут, как они поступают, что они делают. То есть мы видим, что в жизни этих людей были определенные грехи, которые лежали на них как ермо, тяготили их, и вместе с тем они нисколько не развязывали это ермо, а продолжали в этом жить, и вместе с тем начинали молиться Господу, просить Его, задавать вопросы, почему ты нам не отвечаешь. И мы видим, что Господь дает им ответ, для того, чтобы вы получили от меня, вам нужно разобраться с этими вещами. Вам нужно расторгнуть это ермо. Удалите среди себя, это ермо. То есть вам нужно разобраться с тем, что Библия называет грехом, удалите это, и тогда исцеление твое скоро возрастет. Тогда вы будете видеть и проявление слабой и силы Божьей. Итак, здесь мы видим, что люди получили слово от Господа в отношении их ситуации, что им нужно сделать для того, чтобы получить то, о чем они просят. Им нужно убрать вот то, что Господь называет ермом. Безусловно, речь идет о определенном роде грехах, которые присутствовали в жизни этих людей, и они не хотели с ними разбираться. Вместе с тем, они хотели, чтобы Бог был близко с ними, чтобы Бог отвечал им, чтобы Бог помогал им. И тогда они получили слово от Господа. Мы не можем сказать совершенной точностью, какова была их реакция. Но однозначно, если они сказали, что, ну, мы не думаем, что это так важно, мы думаем, что это имеет такое значение, и не разобрались с этими проблемами, то все их посты, все их молитвы, они по-прежнему были пустыми. То есть Бог не хотел реагировать и не хотел отвечать, потому что они не поступили по Его Слову, они не сделали то, что Он им сказал. И я думаю, что это одна из проблем. Есть другие вопросы, но это один из вопросов, которые мы должны задавать себе в отношении наших взаимоотношений с Господом и нашей молитвенной жизни, в нашем ожидании от Господа, чтобы получить что-то от Него. Может быть, есть какая-то преграда, может быть, Иисус что-то говорит, убрать какое-то ермо, в чем-то покаяться, что-то оставить, прежде чем Он начнет что-то делать в нашей жизни. Я думаю, что это очень важно. Сухорукий, прежде чем получил исцеление, Он выполнил то, что сказал Иисус. И тогда был исцелен. Я думаю, что бы Он стоял на месте, как столб, упертый и не хотел ничего делать, то, возможно, бы Иисус даже не молился за Него. Но был послушен Его Слову. И послушание привело Его к благословению. Послушание привело к тому, что небеса открылись. То же самое, дорогие братья и сестры, происходит и в нашей жизни. Послушание Господу открывает небеса. Послушание Господу производит благодать и действие силы Божьей в нашей жизни. Но нам важно знать, что говорит Господь. Важно слышать, что говорит Господь. И если Он что-то говорит, что-то нам поверевает сделать, нам нужно это сделать, насколько бы нам трудным это ни казалось. Потому что если мы это не сделаем, то мы просто сделаем небеса, как медь, закрытые для нас. И Господь не будет ничего делать в нашей жизни, пока мы не примем то, что Он сказал. И не развяжем это ермо. И не удалим его из своей среды. И тогда, слава Божия, она может беспрепятственно течь в нашу жизнь. Я не говорю, что это единственная проблема, почему мы иногда что-то не получаем от Господа. Но это одна из тех проблем, которые могут быть. Которые реально могут существовать. И с которыми нам необходимо разбираться. Я бы хотел сегодня помолиться вместе с вами. Помолиться очень простой молитвой. Помолиться о том, чтобы Господь говорил к нам лично, индивидуально. Чтобы Бог помог нам видеть, может быть, где-то в нашей жизни есть какое-то ермо. Может быть, где-то у нас есть какой-то узел, который связал нас духовно. И нам нужно развязать его. Нам нужно разобраться с ним. Мы знаем, что Господь сегодня здесь. Дух Святой сегодня здесь. И когда мы молимся, то совесть наша в Духе Святом, она начинает говорить с нами. Дух Святой начинает говорить с нами. Что-то скрывает, что-то показывает. И иногда в своей жизни замечалось, что иногда какие-то вещи, которые кажутся малозначительными, не такими важными, могут закрывать небеса. И когда ты начинаешь в этих мелочах каяться, признаешь это как грех, то тогда небеса открывает, и потом удивляешься, что такая мелочь, казалось бы, а имела такие последствия, чтобы просто небо закрылось. Я думаю, чем взрослее мы духовно становимся, тем серьезнее Господь предъявляет нам определенные требования и хочет, чтобы мы, разбираясь многими вещами в своей жизни, не игнорировали их, не закрывали на них глаза, не делали вид, что их не существует, но посмотрели в глаза этим проблемам и разобрались с ними во имя Господа Иисуса Христа. Зачем нам закрывать небеса над собой? Зачем нам ограничивать себе славе и силе Божьей? Зачем нам давать место дьяволу, чтобы он мог угнетать и делать нам проблемы? Не лучше ли будет, чтобы развязать эти узы, сбросить это ермо, покаяться, если необходимо в чем-то, и получить милость и прощение Господа Иисуса Христа? Аминь. Давайте оставим сейчас. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы знаем, что Ты тот же, и Твое Слово такое же, и нисколько ничего за эти две тысячи лет не изменилось. Мы сегодня читали, Господь, особенно, Слово Твое, особенно мы обратили внимание на эту историю с исцелением сухорукового человека. Мы видим, Господь, что этот человек, прежде чем получил исцеление, и его рука выздоровела, он в точности делал то, что Ты ему говорил. Он вышел посредину, он протянул руку по Слову Твоему, и Ты исцелил его, Господи. Мы сегодня также читали о том, как народ твой молится, постится и просит о том, чтобы Ты исцелял, и чтобы Ты вмешивался в их ситуации. И вместе с тем они задают вопросы, почему нет, почему закрыто, почему нет ответа. И Твое Слово говорит, что иногда, мы понимаем, Господь, не всегда, мы понимаем не со всеми, но мы знаем, что иногда бывает так, что узы, ермо на нас, что грех, как плита, закрывает небеса и делает препятствие для того, чтобы мы могли получить, и чтобы Твоя благодать, она во всей полноте могла излиться в нашу жизнь. И мы сегодня молимся Тебе, Господи, чтобы Дух Твой говорил к нам, потому что мы, люди, мы не всегда замечаем за собой. Нам ведь часто легче заметить за кем-то другим что-то неправильное, но часто можем не видеть за собой. Поэтому Ты говори к нам, Господи. Ты говори к нам сегодня. Говори к нам, Духом Святым. Ты говори то, что с нами происходит, то, что в нашей жизни, то, что нам может сегодня мешать, то, что может закрывать для нас сегодня небеса так, что не становится, как медь. Мы молимся об этом. Аллилуйя! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Господь, ту субботу в Синагоге Ты видел сердца людей, Ты видел их повышение, Ты видел их чувства, Ты видел то, что происходит, сокрытое глаз других людей. Так же сегодня Ты видишь нас, Господь, то, что сокрыто от глаз других людей, Господь, Ты видишь. Здесь есть разные люди, Дух Святой сейчас говорил. Я вижу разных людей в этом месте. Есть те, которые ходят в страхе моем и испытывают великую ревность по мне и желают служить мне всем сердцем и видят то, что происходит в их жизни, и они незамедлительно каются, когда в чем-то согрешают. Ибо любят меня и хотят быть как можно ближе ко мне, и я вижу вас, и я знаю ваше сердце, и я благословляю вашу жизнь, и я восполняю ваши нужды, и я забочусь о вас, и о его все необходимое. И вы никогда не будете чем-то ограничены в моей благодати, как Господь, потому что я вижу ваши сердца. Господь так же говорит, но я вижу так же и других детей моих. И они стоят сегодня здесь, и их сердца, они очень отягощены заботами мира сего. Различного рода проблемами и трудностями. Их мысли связаны со всем тем, что мирское и что человеческое, и не так часто они помышляют о горле, не так часто они смотрят на меня и ищут меня. Я – Господь, и я знаю ваше сердце, и вы томитесь внутри, вам тяжело, и много давит на вас, и много неприятностей испытываете, и часто говорите мне, Господи, я же тебе служу, я же к тебе в церковь хожу, ну почему так трудно мне? И Господь говорит, тебе нужно развязать узлы ерма, тебе нужно развязать узлы твоей жизни, привести в порядок то, что сегодня находится в беспорядочном состоянии. И покаяться, и я очищу, и я освещу, и я омою, и я обновлю, и я наполню Духом моим святым, ибо я люблю тебя, и я не хочу тебе, чтобы ты стоял как бы в тени, ограниченной моей благодатью, ограниченной силой Духа моего, и я хочу, чтобы ты стоял по свете, наполненный Духом моим, но мое слово к тебе, посмотри на жизнь мою, и убери все то, что неправильно и греховно, и я обновлю тебя, говорит Господь, и я наполню тебя Духом моим, и ты будешь радоваться сердцем своим, говорит Господь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, и мы знаем, Иисус, что верен Ты, и верно Слово Твое, Господи. И мы благодарим Тебе, что Ты всегда хочешь помочь, Господи. И когда мы где-то ослабеваем, где-то опускаются руки наши, и где-то наша вера колеблется, Господи, Ты не желаешь отвергнуть, Ты не желаешь пройти мимо, Ты хочешь говорить и хочешь поднимать нас, Господь. И мы благодарим Тебе. Помоги сегодня тем, кто, может быть, переживает эти бремена, эту тяжесть, это чувство закрытого неба Божия, благослови. И помоги Господь развязать всякие узы Ермана. И да придет Твоя благодать, Твоя сила, Твой свет и Твоя слава. Жизнь каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочешь что-то сказать? Свидетельство? Ну, присядьте на минутку. Приветствую Вас, дорогая Церковь. У меня свидетельство по этой теме, которую сегодня Александр Иванович проповедовал. 9 лет назад у меня начался приступ почечный. Ну, если кто-то переживал в своей жизни, как камни идут или песок идут, это такая боль, от которой просто, ну, можно и сознание потерять. И, в принципе, как бы дыхание перекрывает это, кроме как, Господи, помилуй, с трудом ничего не можешь выдавить из себя. Вот в такой момент я стала задавать Господу и сказать слово. Почему это? Что это такое происходит со мной? И неожиданно очень для меня, Бог мне сказал гордость. Я так была очень удивлена. Я и гордость, не совместите мои вещи, конечно же. Вот. Стала молиться и спрашивать у Бога вот то слово, о котором сегодня говорил пастор. И Господь мне показал, в чем гордость. Будучи уже долго в церкви, будучи наученной, мало-помалу в сердце откладывается какое-то осуждение и какие-то обиды, с которыми не спешишь разобраться. И оказалось, что я так поняла на тот момент, что моя гордость была именно в том, чтобы сидеть, себя жалеть. Или с кем-нибудь поговорить и обсудить этого человека или эту сестру. Ну, вместо того, чтобы как в Слове Божьем поступить, не пойти к этому человеку один на один и не поговорить с ним. И я тогда Богу сказала, Господи, вот у меня сейчас хватает веры попросить у Тебя. Я съездила в Тарий, мне сказали, что камень, небольшой, но камень. И я сказала, Господи, вот, пожалуйста, я пойду ко всем людям, если есть возможность. И я прощаю тех людей, которые меня обидели, поговорю, или если нет, просто буду молиться. И как только я, как бы, вот эти все вопросы решу в своем сердце и с тобою, с этими людьми, то я верю, что ты можешь вообще чудным образом убрать этот камень, и чтобы он не выходил, не мучил меня, чтобы операции не было. И мне хватило веры, дерзновения так помолиться. И не откладывая долго, я поехала, во-первых, на исповедание к пастору, поговорила с пастором, пастор за меня помолился. Я отправилась к другим людям, очень сильно молилась и просила, чтобы в мое сердце было не с обидой прийти, не со злостью прийти к каждому человеку, а, может быть, я что-то не понимаю. Ради меня, ради моей души, пожалуйста, ответьте, почему вы так поступили, почему вы так поступили. И вот в таком, конечно, когда тебе плохо, когда ты на коленках ползаешь, ты очень смиренный, вот, у тебя хватает смирения с уважением и скротостью подходить к людям. Ну, я для себя вынесла первый урок, что лучше не дожидаться такого момента. После того, когда я ко всем этим людям немного оказалась, я ко всем к ним подошла, поговорила, помолились с одним и с другим, и с третьим. Вот, я отправилась на УЗИ, этот период занял где-то примерно 5-6 месяцев. Я отправилась на УЗИ, и камни не оказалось. Я прославляю Господа и хочу поделиться с вами, чтобы вы не держали в своем сердце какие-то печали, обиды, осуждения, а лучше отдавали сразу Господу, решали все эти вопросы, и Бог не замедлит явить исцеление и славу свою. Я не могу сказать, что камни в почках – это 100% обиды и осуждения, но лучше спросить у Бога, чтобы Он ответил и подсказал, что и в чем проблема. Пославляю Господу. А, не могу, слава Господу. Я думаю, что, наверное, даже с точки зрения науки, многие болезни, они объясняются какими-то поступками верховными, правда? С точки зрения медицины. И, естественно, это еще раз подтверждает эти библейские принципы, что УЗИ, ЕРМО, все эти неправильные вещи, кроме закрытого неба, проблем ничего не приносит. Но мы сегодня освободились. Но если кому-то нужно будет, конечно же, более глубоко на эту тему поговорить, пожалуйста, или с кем-то переговорить, или не всегда в таких ситуациях мы можем только один-один с Господом. Иногда нужно кому-то подойти, с кем-то поговорить, чтобы получить свободу. Поэтому давайте будем слушать то, что Иисус говорит нам. Субтитры сделал DimaTorzok